Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Астеть. Вместе против коррупции. Так называется правительственно-общественный проект, а пять украинских министерств, Министерства молодежи и спорта, культуры, юстиции, экономического развития и торговли, а также Минобороны, лидеры выполнения антикоррупционных задач в рамках этого проекта. Как государства вместе с общественностью борются против коррупции, об этом поговорим с нашей гостьей, координатором правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Оксаной Величко. Оксана, я вас приветствую. Для начала давайте напомним, расскажите несколько слов о том, что это за инициатива, проект «Вместе против коррупции», с чего она началась, для чего, какие задачи и миссии, и насколько это долгосрочная инициатива. Инициатива вообще бессрочная, то есть сколько у нас будет получаться вместе против коррупции, сколько мы и будем вместе работать. Она начала в 2016 году, это была инициатива нашего премьера, который хотел бы больше приглашать общественность к запобеганию, превенции коррупции вот именно в органах власти. Потому что органы власти самостоятельно не всегда очень успешны в борьбе с коррупцией, поэтому, безусловно, если эксперты будут подсказывать им, где есть коррупция, то они могут более эффективно с ней сражаться. И мы, сначала было обращение от премьера к реанимационному пакету реформ, мы подумали о том, как это можно было бы вместе организовать, и решили, что в каждом из министерств мы выберем 3-5 антикоррупционных таких кейсов, над которыми мы будем вместе потом работать, сколько-сколько нужно. Эти по 3-5 кейсов в каждом министерстве были выбраны. Это был тоже непростой путь, потому что министерства сами предлагали такие достаточно простенькие, как я помню, как это было два года тому назад, сначала мероприятия для упреждения коррупции. Эксперты, общественность, она предлагала более серьезные мероприятия, потом у нас были долгие дебаты, мы спорили, что можно взять проект, что нельзя взять проект, и затем был сформирован такой список из 83 таких кейсов, над которыми мы сейчас работаем вместе. То есть кейсов 83, а вы насколько уже выполнили, я помню информацию, где-то больше половины уже выполнено, и вы говорили о том, что в большинстве случаев это как раз эти легкие мероприятия, остались вот такие стратегические, которые будут выполняться на протяжении нескольких лет. Вот об этом больше расскажите. Что это за мероприятие? Вот может на примере конкретного министерства расскажете, какие задачи оно выполняет, чтобы мы предметно понимали, о чем речь. Да, мероприятий много разных. Например, если взять министерство социальной политики, то там есть несколько мероприятий. Например, мы все знаем, что у нас в Украину возится много гуманитарной помощи, разного товара, который потом мы видим на рынках, он там продается. Вот то, как гуманитарная помощь возится в Украину, как она здесь признается гуманитарной помощью, как она потом распределяется и так далее, это все имеет много коррупционных рисков. И, например, это один из наших кейсов. Минимизация этих коррупционных рисков в сфере гуманитарной помощи. И мы определяем, что необходимо делать. Мы составляем детальный план того, что необходимо сделать в каждой области. Например, какие законодательные изменения должны быть приняты, какие внутренние процедуры должны быть изменены, должен быть создан реестр электронный, который бы позволял определять, какие потребности есть у населения в такой гуманитарной помощи и то, куда потом идет наша гуманитарная помощь, то, какие документы сопровождают каждый груз, который приходит в Украину, то есть это электронный реестр. Вот такие составляются детальный план по каждому мероприятию и затем мы его вместе выполняем. Его, безусловно, выполняет министерство, эксперты выполняют. Почему вместе против коррупции? Потому что мы как можем только помогаем. Если необходимы законодательные изменения, эксперты подключаются к разработке законодательных изменений. Мы также ищем ресурсы, может быть, какая-то помощь, которая будет предоставлена министерству от грантовых проектов, которые могут профинансировать, например, электронный реестр и так много других кейсов. Например, вот коррупция при получении водительских прав. Мы все знаем, что приблизительно 100 долларов, это у нас такая коррупционная составляющая, которую и приблизительно по нашим исследованиям приблизительно 50% учеников подстраховываются. Им говорят, что вы можете сдать, но лучше вам для гарантии подстрахуйтесь. Вот что необходимо сделать кому, какое видеофотофиксацию, какие упреждающие мероприятия должны быть сделаны для того, чтобы какая коммуникационная кампания населению должна быть проведена. Все это расписано в плане выполнения мероприятия. И вот учитывая, что в нашей стране война уже пятый год, да, Россия против Украины, одно из ключевых министерств и важных, это Министерство обороны. И, конечно, очень радует, что это Министерство обороны, оно попало в пятерку лидеров, тех, кто быстрее всех, лучше всех пока, что справляется с проведением этих мероприятий. Вот что это за задачи, которые уже выполнило Министерство обороны? Может, знаете, вот самое что-то ключевое, самое важное, потому что, конечно, нет времени о всем говорить. Самое важное Министерство обороны еще не выполнило, потому что, да, потому что выполнены во всех мероприятиях, выполнены простые задачи. Эти простые задачи, например, у Министерства обороны среди выполненных задач, это было проведение антикоррупционной недели по взаимному обмену опытом, там и более простые задачи, размещение на сайтах Министерства обороны результатов внутренних аудитов. То есть это такие мероприятия, которые связаны с там публикацией определенной информации, их несложно и выполнять, и проведением каких-то конкретных мероприятий точечных. Серьезный кейс Минобороны это регистрация всех земель, которые принадлежат Министерству обороны и внесение информации о них в кадастровую карту Украины, что позволит, что усложнит, да, отчуждение земель обороны. Мы знаем, что земля обороны это прекрасный источник для того, чтобы сейчас строить на них какие-то там комплексы, где там 5% в лучшем случае квартир будут переданы солдатам, да, а очень часто и вообще им ничего не достается, потому что это все в коррупционный способ как-то передается застройщикам, да, для того, чтобы этого избежать и отхватывания, откусывания земель обороны разными заинтересованными лицами, да, вот для этого эти земли нужно в первую очередь инвентаризировать, зарегистрировать, внести информацию о них в кадастровую карту. Это очень серьезный проект, который будет длиться года два, он на сегодня выполнен на 24%, только где-то 24% земель Министерства обороны вынесены в кадастровую карту, остальные земли еще не зарегистрированы и они под угрозой, поэтому вот их необходимо четко провести с ними целый комплекс работ. А есть дедлайн выполнения этих мероприятий, да, это первое и второе, вот остальные министерства, которые не попали в пятерку, может даже в десятку, может какие-то будут применяться санкции, да, ну какое-то, ну условно говоря, наказание, чтобы они тоже продвигались в этом процессе? У нас есть два рейтинга министерств, первый рейтинг это рейтинг скорости, и здесь мы, им мы хотим мотивировать министерства более быстро двигаться в выполнении своих антикоррупционных кейсов, но опять же, чем проще задача, тем быстрее ты двигаешься, поэтому вот те победители, кого вы назвали, это победители по скорости выполнения антикоррупционных задач, но и вместе с тем по легкости этих задач, и у нас есть еще рейтинг пятерка министерств, которые выбрали наиболее серьезные антикоррупционные кейсы, и вообще у нас, мы определили, что у нас есть 17 кейсов антикоррупционных, в которые в первую очередь мы будем устремлять все наше внимание. Это серьезное. Вот из Министерства обороны это регистрация земель обороны. У нас есть еще победители по сложности антикоррупционных задач. Это Министерство регионального развития и строительства, которое выбрало серьезные кейсы. Смена модели вообще строительства, какая она должна быть, чтобы минимизировать коррупцию. У нас есть Министерство природы, которое выбрало очень серьезные кейсы, которые связаны с внедрением электронной системы, которая будет показывать всю информацию про состояние окружающей среды для того, чтобы инспекторы могли в автоматизированном виде видеть, что происходит с окружающей средой, а не идти к бизнесу и там на месте решать, есть у него загрязнение или нет, как это происходило многие годы. То есть это очень серьезное мероприятие. Мы планируем, по каждому кейсу есть детальный план внедрения этого мероприятия на сегодняшний день. И где-то в августе эти планы будут размещены на сайтах всех министерств. То, над чем мы будем дальше мониторить, мы будем смотреть, как министерства продвигаются в выполнении этих своих антикоррупционных кейсов. И мы каждый квартал будем делать отчет на заседание Кабинета министров и говорить по каждому министерству, оно в рамках выполнения своего плана или оно от него отстает. Потому что, к сожалению, тоже Министерство природы за два года не очень продвинулось в выполнении вот этих своих серьезных антикоррупционных мероприятий. И сейчас, когда мы уже более плотно начали с ними работать, плюс у них появились дополнительные ресурсы, у них есть проектный офис реформ, который уже наконец-то это будет внедрять. У них появилось финансирование на базовую часть компьютеризации вот этого электронного продукта, который они должны создать. Теперь мы будем надеяться, что это все будет быстрее, а мы будем информировать и Кабинет министров, и общественность о том, выполняют ли министерства те задачи, которые они должны выполнить в указанные сроки. А есть министерства, ну не знаю, как назвать, лузеры, да, в этом смысле, которые ни сложных задач не выбрали, ни легких не выбрали. Может, есть даже в этом смысле какой-то саботаж, да, или если не так грубо называть, а просто министерства, которые не особо с вами сотрудничают. Потому что важно услышать о министерстве финансов, министерстве внутренних дел, да, вот об этом. Ну, хотя бы по одному, я бы сказала, нормальному кейсу сейчас есть в каждом министерстве. То есть есть, министерство финансов уже выполнило, но единственное, которое выполнило один из своих самых серьезных кейсов, это электронный реестр ПДВ, который сейчас у нас уже внедрен, и это сэкономило для страны огромные деньги. Это мероприятие уже выполнено на 100%, единственное во всем проекте. И, например, ну, министерство сельского хозяйства, эксперты хотели намного более серьезные мероприятия включить в проект. Министерство сопротивлялось, Держгеокадастер, это наше учреждение, которое занимается регистрацией всех земель, оно предлагало более не такие сильные мероприятия, как хотели эксперты. Но вот в данный момент мы разрешили министерствам, и так формат нашего сотрудничества выстраиваться, что они могут добавлять в проект новые кейсы. И тот же Держгеокадастер наш уже предложил новый кейс, более серьезный, вместо тех мероприятий, которые мы считали слабенькие, и там они их уже или выполнили, или вообще отменили их выполнение за ненадобностью. И вот недавно в Дании состоялась вторая уже международная конференция по вопросам реформ в Украине. Главная цель конференции, как заявлялось, ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшее направление взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути. И тогда сообщалось, что в конференции приняли участие главы и представители внешнеполитических ведомств более 40 стран, а 23 докладчика, они рассказали о своем видении дальнейших реформ в Украине. И мне интересно, вот то, что вы слышали, да, то, что вы услышали, насколько это видение этих 23 докладчиков с разных стран отличается от нашего видения, и может все-таки предлагают то, к чему мы еще не пришли, не додумались, но надо принять это к сведению. У них достаточно адекватное представление о том, что происходит в Украине, и также к этой конференции специально был подготовлен отчет, например, по тому, насколько эффективна работа именно в области антикоррупционной деятельности. Этот отчет был подготовлен международным экспертом, и он очень, по моему мнению, объективен, он отражает всю нашу проблематику, сложности, которые у нас есть, наши неудачи, не только наши удачи. И международное сообщество, мне кажется, очень объективную имеет информацию, они поддерживают нас, это мне было очень приятно услышать, потому что они инвестируют в Украину, естественно, они заинтересованы в том, чтобы ей удалось достичь. Но они также говорят о том, что их ожидания от темпов реформ в Украине, они достаточно высоки, они хотят этого продвижения более быстрым. Они нас хвалили за то, что наконец-то проголосован был антикоррупционный суд, и он уже будет внедряться. Они хвалили нас за законодательство о приватизации, которое тоже будет скоро внедряться. Но также все отмечали, что ожидают более высокого темпа именно антикоррупционной борьбы. И я просто ставила себе галочки, кто из выступающих докладчиков 23-х упоминал слово «коррупция». И не было ни одного, кто бы не говорил о коррупции. То есть ожидания именно в области борьбы с коррупцией невероятно высоки от общественности, которая финансирует нас, помогает нас, поддерживает нас. Так что это действительно очень правильное направление. Но, естественно, все ожидают реформы публичной администрации, именно реформы управления самими министерствами. Потому что только если мы ее внедрим, эту реформу, новые люди придут в министерство и будет кому налаживать систему. А если говорить о темпах и сравнить ситуацию, которая была еще 4 года назад, до прихода новой власти, до начала этих реформ масштабных, темпы тогда, какими они были, потому что тогда много людей думали, что можно ничего особо не делать, потому что немножко нас будут продвигать эту тему, но потом это все стихнет и будет все по-старому. Сейчас, наверное, количество таких людей уменьшилось. И вот уже пятый год, наверное, понимает все-таки, что надо будет как-то делать. Вот темпы тогда и сейчас. Есть разница? Возможности тогда, мне кажется, были выше, потому что тогда было больше веры людей в то, что что-то можно изменить. И, безусловно, более радикально, может быть, какие-то действия тогда, они были бы более успешны. Но я сама из бизнеса человек, да, у меня тоже были свои определенные представления о том, как можно было бы быстрее двигаться. Но вот сейчас, плотно работая с министерствами, я вижу, что очень часто это, ну, просто очень трудно возможно, потому что это совершенно другое качество. Давайте не будем забывать, что у нас зарплата, какие у нас зарплаты в министерствах. 7-8 тысяч гривен, давайте не будем сравнивать с бизнесом, куда идут работать лучшие люди, лучшие менеджеры. Естественно, они идут работать в бизнес. Которые быстро работают, четко, да, выдерживают сроки. Совершенно верно. Поэтому и более другое качество людей необходимо в органах власти, для того, чтобы мы хотели от них. У нас очень высокие ожидания от этих реформ, но там нету просто состоятельности такой, чтобы так быстро реализовать эти реформы. Денег нету ни на что, людей нету часто, эффективного управления нету, потому что, ну, необходимо очень слаженно действовать, если мы хотим что-то достичь. У нас часто нету этой слаженности. Верховная Рада одно, министерство другое, совершенно общество рассчитывает на третье. Поэтому здесь необходима очень мощная консолидация всего общества и концентрация усилий и помощь экспертов вместо критики. Ну и в нашем случае, я думаю, что, как говорится, тише едем и дальше будем. Хотя бы так. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню зрителям, что гостьей программы «Лицом к лицу» была координатора правительственного общественного проекта «Вместе против коррупции» Оксана Величко. А я, Христына, остается с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь телеканалом ЕйТВ. И помните, что именно здесь вы найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине.